приветствую всех на канале это будет видео обзор на акции компании тела doc посмотрим фундаментальные показатели график конечно же прогнозы последние новости разберем последний отчет и на графике я уже скажу на мой взгляд где находится точки входа в эту компанию и стоит ли покупать прямо сейчас тела doc health один из ведущих поставщиков виртуальных медицинских услуг сша третьем квартале 21 года он получил в общей сложности 52 с половиной миллиона платных членских взносов сша в третьем квартале 21 года компания сообщила об исключительной выручки в размере 521 и 7 миллионов долларов что на 80 процентов больше по сравнению с аналогическим периодом прошлого года компания повысила нижний предел своего прогноза на 21 финансовый год до 2 миллиардов долларов и рассчитывала получить выручку в размере 2 и 6 миллиарда долларов на 2022 финансовый год тела doc ожидает значительного роста выручки с 2022 финансового года и далее предлагая свои услуги primary free 60 к первому кварталу 22 года за последние пять лет тела doc росла с впечатляющим среднегодовым темпом 72 процента после скачка вызванного пандемии очевидно что рост тела только замедляется отчасти из-за повторного открытия экономики в сша тем не менее ожидается что мировой рынок телемедицины виртуального здравоохранения вырастет 40 миллиардов долларов в 2020 году до 431 миллиард долларов к 2030 году при среднегодовом темпе роста 26 процентов в третьем квартале 21 года тела doc сообщила значительным росте выручки от подписки в сша до 413 миллионов долларов что на 4 и 2 процента больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 212 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от платы за посещение в сша выросли медленнее составили 1 1 процент квартал кварталу и 17 с половиной процентов год году в объявлении о прибыли и убытках третьего квартала двадцать первого года тела doc сообщил о крупных контрактах cvs health и cnc общенациональный запуск тела doc primary free 60 через страхование аэтна и cnc состоится в начале 2022 финансового года для cnc тела doc будет предоставлять виртуальную медицинскую помощь в мичигане миссисипи южной каролине и техасе primary free 60 будет предлагать полный намор предложений тела doc в области здравоохранения ожидается что у членов аэтна и сентены будет высокий уровень охвата что значительно увеличит выручку тела doc с 2022 финансового года и далее в третьем квартале двадцать первого года тела doc сообщила росте охвата лечения хронических больных на тридцать два и семь процентов год году рост частично объясняется слиянием тела doc и ливонго аналитик джеффрис дэвид уиндли сказал двигаясь вперед нам не следует ожидать аналогичного роста членства который наблюдался во время пандемического бума несмотря на замедление роста членства в сша тела doc по-прежнему сообщает о росте квартальной выручки из-за уклонного увеличения ежемесячных расходов на одного подписчика 3 квартале двадцать первого года компания сообщила что расходы одного подписчика составили 2,57 доллара что на 4 процента больше по сравнению с предыдущим кварталом на 217 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на двести шестьдесят два процента больше по сравнению с расходами в третьем квартале девятнадцатого года все больше людей могут предпочесть виртуальных поставщиков медицинских услуг из-за растущей глобальной озабоченности по поводу варианта омикрон кави 19 в 2022 финансовом году телодок прогнозирует общий годовой доход в размере 26 миллиарда долларов в рамках своей долгосрочной стратегии роста телодок будет реинвестировать свой бизнес поскольку он запускает новые функции в май стрэнс комплит и праймери фресексти расширяя при этом на международном уровне особенно в канаде в результате мы должны ожидать снижение рентабельности и беда в будущем телодок по прогнозам сообщит о замедлении роста выручки и беда на среднегодовом темпе в пятьдесят два и семь процента и 29,5 процента в течение следующих четырех лет соответственно прогноз по консенсусной оценке соответствует прогнозу телодок в размере 25-30 процентов темпы роста до 2024 года следует ожидать замедления роста поскольку компания переживает нормализацию после пандемического бума тем не менее нормализованный рост телодок по-прежнему соответствует росту мирового рынка при среднегодовом темпе роста 25 и 9 итак если смотреть на то что происходит с акциями компании телодок и набрать в расчет ту информацию которую только что озвучил понятно что на вот этом пандемическом буме акции выросли до 300 долларов и достигли максимальной перекупленности после чего ушли в довольно затяженную коррекцию сейчас уже торгуется менее 100 долларов то есть снизились более чем в три раза за этот период соответственно инвесторам не нравится то что выручка компании замедляется и понятно что вот этот всплеск который был вызван к видам является определенным топом и там начали фиксировать свои акции инвесторы но на мой взгляд сейчас как раз подходит тот момент чтобы снова вкладываться в компанию телодок на мой взгляд сейчас в европе уже подтверждена волна коронавируса есть некоторые страны которые закрывают в очередной раз экономики какие-то определенные вводят запреты сотрудников переводят в офисы скорее всего я ожидаю что в сша будет ближайшее время то же самое исходя из этого ожидаю что акции компании телодок как раз на этом фоне могут расти плюс ко всему мы видим что коррекция уже прошла довольно значительная но тем не менее темпы роста выручки у компании предполагаются в районе 25-30 процентов то есть принципе развитие как мы увидим и на графике в гору фокусов вот этого прогноза от аналитиков которые они освещают также предполагается рост потоков соответственно сейчас находятся акции в зоне перепроданности и отсюда их на мой взгляд на долгий строк стоит набирать учитывая то что они собираются развиваться помимо сша на международной арене это также может добавить дополнительные выручки плюс ко всему вот эта вся виртуальная тема и мета вселенные и сама телемедицина также может как-то поучаствовать в этом всем хайпе телодок он такой по большому счету лидер этой отрасли в сша я думаю что в принципе ну стоит иметь какую-то экспозицию в своем портфеле таких компаний ну дать посмотрим что есть по этой компании в гору фокус ну во первых капитализация 15 с половиной миллиардов на данный момент составляет пена и у компании отрицательная так как она все еще плодит убытки финансово она стабильная правда мы видим что здесь появилось довольно много долга если включить квартальные отчеты то мы видим что ситуация немного управляется на произошел это благодаря тому что они поглотили еще одного своего конкурента но мы видим что кэш потихоньку растет вот этот долг сокращается выручка компании очень неплохо росла сейчас она немного стагнирует ну в принципе то что я в начале видео описал я думаю отвечает на вопрос почему так происходит мы видим что сейчас среди гуру нет какого-то четкого интереса к этой компании до этого они продавали как раз продавали на пиках все четко инсайдеры также на пиках акции продавали и вполне возможно сейчас мы видим замедление продаж ближайшее время ситуация может поменяться как среди институционалов так и среди инсайдеров ну собственно говоря то ладок входит в арк кей насколько я помню это одна из таких компаний которые занимаются значительную долю в фондах к эти арки и также довольно серьезно просел там плюс-минус я ожидаю в ближайшие там может быть месяц разворот как минимум локальный и вполне возможно что наконец-то эти забитые акции пойдут вверх соответственно негатив то что компания все еще убыточная и тем не менее мы видим что убытки эти сокращаются давайте посмотрим годовому годовом плане мы видим что до этого конечно же не такие сильные убытки были сейчас компанию увеличила затраты на расширение своего бизнеса но тем не менее рано или поздно прибыль я думаю что у компании тела док появится интересно будет посмотреть прогноз специалистов но исходя из вот этого графика мне кажется что может быть течение следующего года даже тела док может вполне себе показать прибыль пнас у компании 7 8 в принципе неплохой показатель но не стоит забывать что она все еще убыточная вот собственно говоря все что стоит знать о компании тела док с точки зрения фундаментала я думаю что единственный конечно же минус компании данный момент заключается в том что у меня довольно много долга и она еще убыточная учитывая то что сейчас поднимается ставка фрс как раз на такие компании все это дело будет давить но если включить график компании мне кажется что основное давление уже прошло и где-то плюс-минус сейчас в течение там следующего квартала акции должны разворачиваться если посмотреть на этот график сначала торговли акции тела док мне кажется здесь прошел первый импульс один-два-три-четыре-пять у меня сейчас стоят логихмическая шкала если его включить то здесь как раз прям никаких сомнений нет что это именно так один-два-три-четыре-пять и отсюда уже довольно затяжная коррекция соответственно здесь мы делаем вторую волну циклическую это была единица сейчас мы делаем 2 изначально как смотреть наверное стоит натянуть сетку фибоначчи и посмотреть где у нас есть сильные уровни на алгоритме сильный уровень у нас будет в районе 80 долларов это 0.38 если алгоритм отключить то здесь вот как раз вблизи у нас есть уровень 0.786 73 доллара за акцию будет на этом уровне цена тела док сейчас мы торгуемся районе 97 у меня есть такие ощущения что скорее всего туда мы сможем дойти правда сейчас уже будет значительно отскок он начался ну и давайте наверное смотреть на то как проходит коррекция которой акции тела док находится уже в течение последнего года с февраля 21 года соответственно я считаю что коррекция у нас началась с трех он здесь у нас прошел импульс коррекция еще один импульс вниз здесь я ставлю и далее у нас было три волны и здесь у меня есть два варианта что нас ожидает дальше либо вот это вся и превращается у меня в w это x и здесь мы делаем y соответственно мы сделали уже три волны и можно предположить что отсюда мы отскакиваем в таком варианте ну давайте наверное сет натянем расширение посмотрим где сильный уровень и соответственно на горифме это но семьдесят восемь шесть отсюда мы начали движение наверх и единица у нас находится опять же на том самом уровне 73 78 был вообще идеально конечно туда дойти и там уже загружаться по максимуму но учитывая то что она в принципе может расти и здесь я уже часть набрал сейчас я покупал то ладок по 100 покупал его внизу когда он скатывался где-то в равен 88 соответственно среднем среднем например 95 и буду увеличивать в том случае если она уйдет к 73 другой вариант заключается в том что здесь у нас есть три волны соответственно дальше мы делаем 333 и это у нас будет by и здесь мы ждем импульс он уже прошел на самом деле может быть это только первая волна соответственно сейчас мы сделаем отскок и будем здесь чертить какую-то конечную диагональ вот что-то подобное вполне может произойти после чего уже акции окончательно развернуться и потом пойдут чертить третьего волну роста довольно масштабных в ходе которой вверх будет переписан вот в принципе наверное что стоит отметить по этому графику что меня здесь напрягает и заставляет предполагать что все-таки туда на 73 мы пойдем здесь у нас был импульс коррекция еще один импульс коррекция и здесь конечно диагональ вот здесь я прям ожидал что будет масштабный разворот и мы пойдем наверх но далее мы сделали предположительно импульс учитывая то что здесь все-таки есть гэп и можно как-то посмотреть на это дело по-другому далее такое ощущение что это была трехволновая структура и вот мы в пятницу начали мощно расти учитывая то что здесь у нас есть импульс и коррекция которая ушла ниже я предполагаю что все-таки ниже мы пойдем и вот это все будет коррекционной формации соответственно здесь мы должны сделать и бисе уйдем мы выше вот этого верха 103 чуть выше я не знаю вполне возможно на 161 мы пойдем сейчас расширение посмотрим где этот уровень находится находится в районе эти алгоритм наверно включим в районе 111 долларов соответственно если 111 мы пройдем закрепимся тогда можно будет уже как-то более позитивно это все дело смотреть если где-то здесь застопоримся и пойдем ниже то базовый сценарий будет заключаться в том что либо мы делаем здесь зигзаг к уровню 73 либо мы будем делать конечную диагональ туда к уровню 73 ну и в принципе вот если логарифм опять же включить мы видим вот этот четкий канал и как раз 73 уровень с этим каналом пересекается где-то в районе декабря поэтому если сейчас nasdaq будут валить вполне возможно что теладок не удержится и вместе с nasdaq сходят туда на 73 к этому нужно быть готовым но я думаю что вот от этого уровня скорее всего мы будем разворачиваться почему у теладока есть шанс разворачиваться прямо сейчас вот здесь есть уровень горизонтальной первой волны и в принципе мы его вот кольнули два раза и два раза от него отскочили поэтому за ним нужно смотреть я думаю что если в итоге все-таки акции пробьют этот уровень закроются ниже это будет хорошим подтверждением того что они идут туда в район 73 учитывая то что я не знаю развернется ли тела док прямо сейчас потому что если сейчас сша начнется какой-то ну такой грубо говоря хайп на теме коронавируса микрон я посмотрел в нью-йорке 20 тысяч зарегистрировано случаев всего лишь за один день насколько я помню или за неделю не уверен не уверен но это рекордный количество зарегистрированных случаев пока что все официальные лица в сша отвергает возможность локдаунов если будет локдауна естественно тела док будет расти но я верю что он будет расти даже если просто будет такой хайп на фоне этого коронавируса если об этом будут писать то акции таких компаний как тела док и zoom будут расти соответственно два главных уровня от которых может пойти отскок на мой взгляд это как раз вот восемьдесят девять восемьдесят восемь откуда мы сейчас отскакиваем если еще уровень 73 где-то там стоит увеличивать позицию если мы туда придем если у вас нет этой позиции то может быть имеет смысл дождаться подтверждения разворота подтверждение разворота это будет импульс и коррекционной информации и дальше заходить вариант кстати говоря существует когда мы будем эту коррекцию увеличивать по времени это если мы сделаем здесь только волну и потому сделаем би и потом будем делать какую-то плоскость только потом будем разворачиваться он он также существует но в этом негативном сценарии в любом случае нас ждет серьезный отскок я думаю как минимум сюда в район вот этого грубо говоря когда коррекционной информации от 130 до 176 даже скорее себе чуть выше то есть куда-то в район 200 долларов я думаю что вполне себе тела док в течение следующих полугода должен отскакивать вот такой взгляд у меня сейчас на эти акции напишите в комментариях что думаете вы будете ли вы покупать тела док или возможно уже купили на этом все ставьте лайки и пишите комментарии и до встречи в следующих видео